так ну что же добро пожаловать во вторую часть этого гайда по рисованию меча и в этот раз мы будем его раскрашивать то есть первой части мы рисовали вот такой вот скажем скетч вот и теперь его нужно покрасить а как я уже говорил можно описать вот такие вот штуки чтобы помечать где какой материал находится вот и сейчас это самое время сделать если вы еще не продумали а как я уже говорил это будет темное дерево удивлюсь эти в конце видео она станет светлым такое бывает здесь тоже вот это вот часть пусть будет золото и вот это тоже естественно тогда гордо можно сделать тоже точнее гордо собственно сам клинок можно сделать из какого-нибудь такого полированного металла сам металл в принципе может быть разным это и из стали и железо разные там сплавы бронзы общем как бы это уже какие-то денег а вот нас в принципе интересует больше свет и как это вообще будет в итоге выглядеть так пусть будет просто сталь так хорошо с этим разобрались создаем новый слой а это можно убрать папку и ее спрятать возможно потом еще пригодится то что здесь есть конечно вряд ли но мало ли так и можно начинать красить так сначала лучше определиться сразу с палитрой какие цвета вы будете использовать вот принципе давайте это и сделаем так у нас темное дерево по цвету но где-то ближе к шоколаду можно даже еще темнее вот в принципе вот такой вот цвет подойдет эти два можно оставить как дополнительные для разных там переходов светотени и так далее вот то есть убирать не надо тоже еще парочку цветов таких поярче и понасыщенней дальше у нас идет золото золото обычно примерно желтого цвета но ближе все-таки к рыжему то есть у меня здесь вот этот ползунок стоит между желтым и между рыжим то есть где-то вот так вот посередине и основной цвет можно взять это вот в этой области в принципе пока что больше всего подходит вот этот вот вот для тени то есть чтобы затемнять какую-то сторону я использую уже ближе к рыжему примерно вот такой вот можно в конце уже опуститься вообще почти к красному вот принципе всех этих цветов их не то что хватит достаточно буквально вот вот этих вот ну и немножко вот отсюда что-нибудь такое взять вот ну пока что я оставлю все теперь вот этот камень кстати для камня можно взять такой вот цвет даже ближе к красному сделать что-то вроде рубина вот этих цветов в принципе тоже должно вполне хватить вот этих цветов в принципе тоже должно вполне хватить вот здесь вот взять для гранты это уже все-таки больше как дополнительные цвета и наконец клинок как я уже говорил у каждого металла у каждого сплава а есть свой оттенок цвета в принципе выбирать нужно где-то вот в этой области даже вот так вот лучше покажу вот вот где-то вот в этой вот области можно выбирать оттенки для металла вот с ползунком есть принципе ничего сложного как вы выбираете нужный оттенок всех доступных цветов но сама область выбора цвета должна находиться вот здесь то есть например вот мне нравится вот этот вот цвет но не нравится его оттенок можно поэкспериментировать с разными такими вот оттенками как бы здесь он стоит на одном и том же месте но цвета в принципе здесь практически все разные может это и незаметно на первый взгляд но сейчас если присмотритесь то увидите что все эти цвета они отличаются вот можно даже чем менее насыщенным сделать вот мне в принципе вот этот вот цвет нравится и я его возьму за основной а теперь чтобы выбрать блики и более светлые она мы идем чуть вверх и ближе сюда то есть здесь у нас самый насыщенный цвет и самый яркий то есть по сути вот идёт яркость ввертикали и насыщенность по горизонтали то есть здесь самый насыщенный а здесь самыми насыщены а есть самый яркий самый не яркий вот поэтому если мы идем сюда то мы получаем самый яркий самый насыщенный если сюда то самый яркий и самый темный мы так уже понятно здесь самые темные и самые насыщенные и самый яркий самый насыщенный вот мы думаем с в принципе просто вот поэтому где-то вот так вот по насыщенности и яркости поднимаемся немного вверх и уже получаем нужные цвета но сильно в насыщенность можно не уходить можно слегка уйти по яркости вверх вот так и теперь темный цвет здесь тоже можно уйти вниз как ненасыщенный так как насыщенный как без конкретной ситуации но я обычно делаю насыщенный и вообще убрать считаем ставлю то есть эта папочка это как бы корзина что-то отсюда может еще пригодится в принципе это уже не нужно вот ну думаю это понятно просто это реально удобно так сразу наименуем его скетч и палитра неважно так вроде с цветами тоже определились и можно уже начинать а здесь но сейчас два варианта первый включить здесь режим наложения перекрытия мягкий свет или умножения и рисовать уже поверх скетча нужным нам цветом то есть тогда как видите все линии они остаются либо можем в обычном режиме наложения под слоем со скетчем также рисовать цветом но если вы делали закраску например как я тогда показывал а то есть некоторые штрихи вы вместо того чтобы стереть ластиком вы закрашиваете цветом тона то есть вот так и кажется что это ластик но на самом деле а это как цвет вот здесь такие штуки остались поэтому а я буду делать через умножение вот но также учитывайте что при умножении цвет он будет сильнее чем он есть на самом деле то есть допустим вот выбирать сейчас вот этот красный вот он в режиме умножения и вот он в обычном режиме вот мог как бы разница видна это уже можно подкорректировать вот здесь где-то побольше поставить поменьше по насыщение и так далее то есть подобрать но принципе это обычно не требуется в ней и те и те цвета нормально смотрится уже изначально так начнем с ручки кстати а кисти на кисть сейчас желательно поставить передачу а с управлением на нажим пера динамику форму не обязательно но мне лично удобно с ней также работать когда управление на нажим пера так принципе сейчас будем заходить за края это ничего страшного и сейчас как бы такая плоская идет закраска то есть одноцветная можно там ластиком поправить если закрыт если вышли за края можно поправить ластиком сейчас принципе этот цвет слишком темный но ничего страшного так как поле слой с умножением я буду рисовать уже более светлыми цветами в обычном режиме наложения и как бы все будет ништяк так что переживать пока не стоит так чтобы не выходить за вот эти вот края можно использовать лассо иногда это очень удобно и ускоряет процесс у меня была мысль сделать посередине эту часть с каким-нибудь металлом вот золотом но пусть пока будет дерево потому что в процессе посмотрим так эта часть у нас тоже будет золото гарда тоже золото так что в принципе можно играть уже другой цвет так также сейчас использую деление только уже не лассо вот не совсем ровно но в принципе хватит можно в принципе каждый цвет делать на отдельном слое это иногда удобно но я как-то уже от этого отвык потому что когда надо будет а эти цвета раст стирать вот либо как-то редактировать то это надо будет их искать и редактировать по отдельности не принципе удобнее будет просто выделить его сейчас а через лассо и уже корректировать м м м м м м м Субтитры делал DimaTorzok Кажется разобрались, осталось только камушек покрасить И так же, чтобы не выходить за края, я использую сейчас прямоугольное выделение Сейчас я просто закрашиваю область и потом ее слегка поправлю ластиком Это лишнее Кстати, выделение можно двигать с помощью стрелок на клавиатуре Отлично Так, первый цвет наложили, как бы самые темные тона Практически самые Теперь уже можно добавлять более светлые части Либо в обычном режиме наложения Либо, например, через мягкий свет, либо линейный осветлитель Пока попробую через осветлитель Точнее, да, вот так Возьму текстурную кисть, которую я показывал И понеслась Мягкой кистью немного Сейчас поправлю на клавиатуре Теперь можно попробовать через мягкий свет Ну и здесь смотрите, в чем суть Мягкий свет, как и прочим, и перекрытие А здесь вот так Если цвет Давайте даже так Вот, разделите вот эту вот панельку На две части То есть вот, примерно вот эта вот Линия в 50% И если цвет По яркости и насыщенности выше Чем вот эта линия в 50% То мягкий свет он будет осветлять Если же она ниже То он будет затемнеть Вот по такому же режиму работает, в принципе, и перекрытие Вот Как бы, просто стоит это учитывать Создам опять же новый слой Сейчас буду зарабатывать Рукоятку Уже закрывая штрихи От скетча Вот поярче даже взять немножко А скетч впоследствии можно будет отключить Пока что не буду этого делать Субтитры сделал DimaTorzok Так, уже что-то похоже Остановится на дерево Но сейчас я пока делаю именно Светоттень, скажем так То есть Левое похоже на поликругу Так как она у нас все-таки круглая А сериаллическая форма такая То и желательно, конечно, показать Чтобы она не может быть плоской Так, можно еще мягкой кистью добавить Много, наверное, перестарался Не хватает насыщенности в цвете прям сильно Вот хотя бы так Сильно темнить тоже не надо Чтобы не было таких вот черных пятен Так, и теперь уже можно прорисовывать саму текстуру Здесь, в принципе, в текстуре дерева нет ничего особо сложного Как бы сейчас просто начинаем с таких вот темных колец Как бы они идут от одной точки То есть вот, допустим, точка И вот вокруг этой точки Уже делаются вот такие вот круги Это как бы один из вариантов такого дерева Вот, ну дальше я уже расскажу По пути Как это доделать Можно для разнообразия делать их Как и очень тонкими Так и очень толстыми Тогда текстура будет выглядеть намного реалистичнее Так, в принципе, первый слой текстуры закончен Пока осознал следующее слое Чтобы с учетом поправить И добавляю более такой яркий цвет Уже на края То есть получается что-то вроде таких вот ступенек То есть это просто для наглядности так На самом деле, конечно, она не так выглядит Но представьте, что Вот оно, кольцо, да, ведь сбоку И вот от него вот так вот идут остальные кольца И вот светлый цвет, светлый цвет, светлый цвет То есть они как бы вот так вот на углах, на грани Вот и, соответственно, здесь вот так же и делаем Главное их не делать прям слишком яркими Чтобы реально не было такого ощущения ступенек И так же можно где-то сделать шире, где-то уже Это будет гораздо интереснее смотреться Субтитры создавал DimaTorzok Здесь у нас так же прям, поэтому ее чуть посветлее И здесь тоже самое Здесь я немножко переборщил Теперь между этими кольцами я добавляю как бы такие маленькие Жилки, скажем так Вот такие главные переходы тогда получаются между кольцами Слишком насыщенный цвет взял Так, есть вот что по-другому сделать Сейчас я это закрашу Вот теперь, в принципе, что у нас уже есть У нас есть почти готовая текстурка Но если равно не достает немного объема Поэтому я создаю новый слой И удерживаю Ctrl, нажимаю на картограмму слоя Вот, теперь я таким образом создал маску И как бы не могу ничего рисовать в ее пределах Точнее, за ее пределами И уже режим наложения Скорее всего, сейчас это будет осветлитель линейный Мягкая кисть И вот таким вот образом Как бы накладываю свет А теперь в следующий слой я снимаю маску Перекрытие, чтобы сделать цвет немного насыщеннее И также взяв самый светлый цвет Давайте даже их переставим местами А то куда-то больше в рыжий ушло Так, ну уже она выглядит гораздо более объемно Теперь это можно слить с самой текстурой Артепакты пока смотрим Так, и пожалуй, все-таки надо его сделать потемнее с помощью уровня Так, наброс светлее сделали Значит, лучше убрать насыщенность и через яркость Вот так вот Можно также сделать через коррекция кривые Это у нас Ctrl-M И опять не могу убавить насыщенность Вот, все, пока здесь хватит То есть не надо сейчас на одном объекте вот так останавливаться И потом дорисовывать остальные Вот, пока что хватит этого Ее, конечно, надо немного переделать Но насколько ее нужно будет переделать Это будут уже видны, когда закончим с остальными Теперь Начнем с вот этого вот золота Так, вот эта вот часть у нас, в принципе, идет как теневая То есть Вот она вот эта вот линия Это по сути будет тень Значит, вот эта вот область Она у нас самая светлая получается Ну и, соответственно, вот эта Она уже более такая темная Но тоже как освещенная Можно не мешать здесь разные цвета Чтобы были такие, как бы, апперелины Что-то вроде градиентов На теневой части я уже использую более такой рыжий цвет Но не прям откровенно такой рыжий А я его потом закрашиваю еще немного желтым Субтитры создавал DimaTorzok 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 Осталось прям совсем немножко Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok тоже можно сделать вот поярче там слишком ненасыщенный а в принципе для золота быть насыщенным это довольно правильно вот так намного лучше в принципе уже потихоньку начинаем прорабатывать и уже заметим результат что на эфесе у нас уже есть прогресс так как это у нас грань то ее тоже можно сделать светлый можно даже очень светлый и на край добавить вот таких вот белых бликов это придаст такого небольшого реализма так по на сзади все-таки источник света находится вот отлично надо кстати сместить немного наконечник потом как-то немного неровно так отключу пока скетч но если за слишком и заморочены двигать лучше пока конечно все это слить в один слой чтобы сделать такое но пока что делать этого не будут для наглядности так на чем-то остановились хоть в принципе вот такие вот части золотые рисовать несложно как бы сам принцип я думаю хотя давайте вам сразу объясню а допустим опять же берем основной цвет какой-нибудь темный вот он допустим цилиндр так вот допустим а светлая часть вот она крышка как бы идет все а теперь можно продолжать так значит сейчас тоже сделаю посветление много вот так вот и теперь вот эта часть опять мы сделаем теневой а вот эти вот две у нас останутся как бы светлые а для этого берем опять же немного красный такой цвет ближе к красному вот так вот проводим вот это у нас получается уже тень и теперь самый светлый цвет вот у нас получается блик и здесь тоже надеюсь его лучше даже взять потемнее вот теперь самую вот эту сторону то есть посередине вот этой тени можно сделать еще темнее цвет но сделать вот так растушеванным то есть чтобы не было такой концентрированной линией вот так но опять же тоже не всегда так лучше сделать иногда мы лучше просто оставить вот такую широкую полосу и все вот теперь что касается вот этой его части а так как это у нас грань тот свет отсюда будет отражаться вот и учитывая что источник света тоже у нас где-то вот здесь например вот что здесь у нас получается тень вот то есть здесь у нас будет такой светлый как бы блик и принципе на этом пересечении можно сделать прям такой белый цвет но лучше его делать через линейный осветлитель взять тоже какой-нибудь желтый цвет и вот так вот то же самое можно сделать и по бокам вот то есть как бы отражение света такое идет яркая обычно это солнечный цвет так ну и если не хватает чего-то еще можно взять перекрытие какой-нибудь красный цвет потемнеет и уже добавить сюда вот в принципе как бы вся такая схема получается у нас вот такой вот цилиндр вот но в принципе все и по такой же системе как бы рисуется уже вот рукоятка вот эти вот все части полукруглая вот мы стали уже там немного другая схема но принципе практически ничем не отличается разве что здесь не цилиндр вот в принципе все остальное по такому же принципу делается я не буду пока удалять сейчас я просто закрываю вот эти черные штрихи даже несмотря на то что я потом просто уберу вот сейчас как бы не так проще понять объем так здесь у нас часть уже идет немного наклонная под углом поэтому ее в принципе можно сделать подсветной клея а здесь вот эта часть у нас тоже идет под углом но она наклонная как бы она идет вниз вот сюда а то есть вот так а здесь она наоборот идет вверх то есть она принимает а больше света на себя поэтому она будет ярче можно добавить немного белого а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok